Получается играть у саппортов. Обычно 343-й неплохо исполняет на них, но и диджей может сыграть. Тут зависит уже от пятой позиции саппорта. Ну и Мипи Феникс. Никс Ассасин смотрится неплохо, но пока берут Джиггернаута. Вообще у них, учитывая, что есть уже Слабдар во флейне, то Никса вряд ли будет брать. Берут Джиггернаута в мид себе. Скорее всего. Да, и пока еще остается герой какой-нибудь там против Батрайдера, в теории. Как-то Элдор Титан неплохо будет смотреться, но мы привыкли видеть что-то более, скажем так, шустренькое. Более простое в исполнении, вроде той же самой Винги, вроде того же самого Оракла. Оракл, кстати, не в бане. Да, он неплохо выглядит здесь. Его берут, кстати, фнатики сами по себе. Вообще, если хотели МВП брать Ораклу, то, наверное, бы взяли его на третий пик. Что брать Джиггернаута, это было не совсем логично. Они в Вингу все-таки решили себе быстро забрать, как один из вариантов, опять же, которых я уже рассказывал. Винга неплоха, потому что Тьма минус армора просто у команды МП Феникс, и нечем его восполнять фнатиком пока что. Саппорты все у них уже в наличии, то есть никакого Даззла не появится, Вива не будет. А Даззлу я ждал. И минус армора Тьма просто. Это Титан, который напрочь не знает вам родной армор, это и Слардар с Вингой, который будет ставить дополнительный армор весь. Так что пик у МВП очень болезненный. Слушай, а вот пока еще насчет МВП. Ну, можно, конечно, сделать и Слардара на корпозицию поставить. Возможно ли такое? Все-таки Слардар с талоном в лес, он вроде бы стоит, но на линии, чувствую, жить ему не дадут. Харде будет тяжеловато. Даже с кем-то в паре. Да, вообще маловероятно, что его поставят где-то в легкую или в мид. Но это маловероятно, но вдруг? В принципе, иногда МВП так делали. Это было на квалах на виплей, тоже частенько они так делали. Они и на инвитейшн играли так частенько тоже. Это те турниры, которые я помню просто по своей памяти. Так что бывало такое, что они Слардара ставили Слардар в легкую и быстренько вывозили ему Даггер там. Или Вангвард очень часто тоже они брали. В общем, они могут, они могут. Я тут ничего не буду говорить по этому поводу. Просто в таком случае какая позиция освобождается? Корс, Лардар, Джиггернаут, Мид. Эллар, Титан, Винга, Саппорты. Герой для дубу. Но все-таки Сларк банит Найтик. Это вполне себе резонный бан. Да, вообще нечем справляться особо с Натиком, если там не считать Рики всяких неприятных с смокскринами. Бетрайдера, который он может схватить. Ну так в целом это не критично для Сларка. Он обычно справляется с таким натиском. Поэтому бан вполне логичный. Вообще Морф остается в пике. ММП Феникс могут его использовать, например, в кэрри роль. Он тут неплохо может зайти. Ну если это не кэрри Джиггернаут. Сложно судить. То есть герой так часто появляется на разных позициях, что до конца нельзя сказать. Мне видится несколько вариантов. Я бы поставил все-таки Джиггернаута в мид пока, да, то что видится. И ММП могут взять, например, Вивера какого-то, Марфа, то что мы вспоминали уже. Вивера очень неплохо смотрится. Прям здорово. Тоже минус армор дополнительный и очень жесткий физдаймош получится. Да и против Лайфстилера он хороший герой. Неплохой, да, определенно. Он просто бегает вокруг. Ничего Лайфстилер сделать ему не может. Глядим в итоге. Кого возьмут, ММП. Дрорейнджер игнорировали все. Она тоже могла бы появиться. Фантом уже был в заготовке у Фениксов. Они ни секунды не раздумывая взяли себе его в пик. Фантом тоже хорош против Лайфстилера, как Кэрри. То есть, ну тут в этом и кайф. То, что ММП и Феникс могут сделать по-разному. Они сейчас видят мидера Фнатик. Могут поставить Фантома в центр или Джиггернаута в центр, например. То есть, будут выбирать, какой из этих героев будет лучше стоять. А против Битрайдера, в принципе, ну если так говорить, то лучше все-таки смотрится Джиггернаут. Ну и Фантом неплохо стоит. Но есть Элдор и Винга, которые потенциально могут сместиться на бот. Так что на месте Битрайдера я бы уже заранее готовил план ухода в лес. И бы там он, в теории, больше денег получит. А помешать фармить на Изилейне команде VP Феникс, я думаю, что ему не удастся. Но есть Трикимару, о котором тоже не стоит забывать. Герой роумящей позиции. Это и возможно в центральной линии. Хотя там если будет стоять Джиггернаут, то... А если и Фантом Лансер? Фнатик могут сейчас... И тот, кто другой, кстати, неплохо смотрится против Рикимару. Вот, ты не дал мне сказать. Да. Тимбера берут Фнатик. Могли действительно его использовать в этой ситуации. Другой вопрос, как ставить теперь линии. Тимбера в мид. Но тогда лучше использовать Джиггернаут против Тимбера в центре обычно. Фантом, я думаю, чуть слабее будет. Кью забрал себе Фантома? Ну, они в принципе меняются иногда мидом и низом, да? То есть Кьюос с МП. У них бывает такое. Ну, редко. Я бы не стал прям... Фнатик меняется чаще. Мид ванс, Муша. Ну, вообще, по логике вещей, было бы правильно поставить, наверное, Джиггернаут в центр все-таки. Мне кажется, Тимбер хуже стоит с Джиггернаутом, чем с Фантомом. Ну, а что Фантом реально делает Тимберу? По факту особо ничего. А вот Джиггернаут неплохо стоит. С самого начала разбивает его чуть-чуть. Формит хорошо, добивает крипов, ласт хитит. Без проблем. Ухиливается вардом, если там Тимбер какую-то агрессию проявляет. Так что вообще, мне Джиггернаут видится больше на миде. Но я думаю, что да, Кьюо все-таки отправится. Посмотрим, посмотрим, что гадать-то. Совсем скоро мы уже это узнаем. Поехали. MVP-ротим Фнатик. Начнем с команды MVP. Кьюо сыграет на Джиггернауте. Фэбби, Элдер Титан, Фарив, Слардар. Эмпи сыграет на Фантом Лансере, Дубу, на Венжи Фул Спирит. Ну и команда Фнатик. Муши. 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 Муши на Лайфстилер и Диджи на Орак. Лимит Ван на Тимберсове. 3-4-3 на Рекимаре. И Хай играет на Батрайдере. Кстати, что-то пишут уже в чатик интересное. ГЛХП, МЛГ. Да, Good Luck, Have Fun и MLG пишет. Мид Ван. Вообще, я стоял недалеко от админов. И, знаешь, они там общались по поводу того, могут ли писать игроки в чат или нет. И один админ говорит, ну, если в чат пишут, то что, они получают пенальти? Говорит, нет, там, говорит, все наоборот. Мы разрешили им все, что хочет писать в чат, все, что угодно. Так что это одобряется. Это нормально. Так. Видит из 43 сейчас дубу, но дубу тоже обнаруживает рики, поставив сентри вард. Вообще, уже хороший вардик интересный мы видим. Один блокирует сентришник отвод. А второй обсервер, который видит, что будет происходить в лесу. Посмотрим на закуп. Кажется, что MP все-таки не в центр идет. А так они свапнулись. Ну, я был прав. Я был прав, получается. The Gernout. Да. Они не свапнулись. Они почему? Они как брали, так и брали герои. Так. Борьба за руну у нас. Муши подключает рейдж. В итоге руна достается все-таки Титану. Драка продолжается. Муши может погибнуть от Куо. Муши бежит. Челет. Еще бы два удара нужно будет сделать. Нет. Разворачивается Куо. Не сможет он дамажить больше Лейфстиллера. Но и безразменно все получается. Действительно правильно делают MVP. На мой взгляд, отправляя конкретно Джаггернаута против Тимбера. Это мы уже обсудили. Разве они не свапнулись? Кью уже забрал Фантом. Я просто сейчас в предикшнах когда выбирал у меня, когда я выбирал Сларка. Ну, не сказать господи, Фантома. У меня ник другой был. А, да, да. Они свапнулись во время игры уже? Да, да, да. по идее свапнулись по идее свапнулись все правильно mp был на джаггере во время пика вот и я там да да все верно но главное что все правильно они делают очень логично так центре попытается напрячь джаггернаута есть уже здесь вардов его а кстати с матричков нет 343 поэтому джаггернаут пока в безопасности нужен у второй левел вообще обычно если бы нет это драка наверное я не сомневаюсь что возможно кио покачал бы и пассивочку я не развил как дэнди например так делал в центре он просто брал пассивку и сразу шоу бить лицо тимберу на первом левеле неплохо это получалось когда по когда прокала краски какая-то критуля что там внизу реки смещается битрайдеру вообще линия у хая должна быть очень неприятная потому что контроля mp хватает дэмоджа по логике вещей тоже продаманы нету было атака на а я есть стан от бенги продолжение стомпа под титана есть также копье от лансера и возможно мы видим first blood нет неплохо кстати горят все там на стакали уже по 4 стака вот райдер пятый стак на фэбби очень огромная проблема будут элдер титана еще бы ударчик сделать стомп живет фэбби и выживает как же лосова хайо 40 хп у нее тоже остается интересным образом разменялись пхп или кимару оказался не таким бесполезным героем при том что на первом левеле он кроме инвиза ничего не имеет да ну вообще драка была очень бодрая очень много хп было потеряно как у одних так и других как дела наверху а то мы так сконцентрировались на нижней линии фари уже практически третий получает по секс пой проблем никаких нет диджей угрозы для него особо не представляет муши ну пока лоу-левелы у них с лордара тем и пользуются пока кстати кого очень сложно стоять на миде это противоположность тому что я обычно видел да ладно посмотрим как у тебя будет справляться внизу возвращается реки к патрайдеру получает стан это как раз бросится на дубу мы ему нужно приезжать ману на следующий стану вдруг понадобится вар также весьма довольно интересный от этих здесь в лесах плюс еще заблочили спаун с энтрями причем ни одной с энтрей мы отмечали это на старте да но все равно не час уже упадут это будет третья минута на 4 значит крипы появится но более менее должны ребята здесь держаться имея ввиду батрайдера у него все замечательно пока что очень удивляет меня доминация на центре от тимбера муж больно хорошо он стоит джаггера лично для меня это непривычно наблюдать да еще и дабл дамаж попался ему конечно сейчас он будет не очень круто кстати подходит центр возможно помочь своему тиммейту немного а чем он первого было стомп только если прям вплотную идти но смысл какой ему бы реально не помешало хотя бы на боте но не знаю в чем цель фэбби сейчас как себя найти на карте на боте он видимо уже почувствовал себя может не самый важный персоной но по-моему он там очень кстати здесь табл стаки делает принципе для джаггернаута дело полезное я так понимаю что кио просит помощи понимая что латс хитит он не самым удачным образом и просил помощи у фэбби а заодно сейчас помощь в контролировании руны понадобится но опять же чем поможет фэбби нет у него астрал спирита так бы помощь была обеспечена действительно до сих пор фэзблада мы не видим хотя экшена было уже не было бы ой 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 курьер 343 хреб хреб нет 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 ускорения стомп нет фэбби но тут ты место очень к месту да ты знаешь вообще наверное бы забрал курицу реки если бы не товарищ тайтан как там дела у хайер четвертый левел получает практически уже батрайдер ну так же неплохо держится с лордар примерно такая же ситуация потому что немного экспы воровал у батрайдера все-таки реки да но по крипам там ну ладно чуть больше крипов у ахайо но форев здесь запулил крипов и сейчас когда под вышкой он встретит вражеских крипов может тоже парочку добьет очень неплохо разминает центре кио тимбер больно джиггернаут очень больно и возможно мы видим даже хилл и форсбалат делает тимбер на центральной линии против джиггернаута весьма неожиданно ну как-то очень плохой старт джиггернаута был так обычно не случается он отстал на 12 крипов изначально возможно как-то прокачка повлияла возможно вот эта драка в центре драка на верхней руне которая была на боте разминает ахайо но дали просвет на реки мару есть дубу magic missile эта цель более простая так что и хорошо что дасты забрали с собой ахайо делает телепорт на базу сбивать там просто уже нечем просто далеко были ребята так минуан пошел к верхнюю руну я заберет без проблем минута что подкинет гейб иллюзии и в итоге внизу ситуацию контролируют все у них нормально еще бы левелов поделить как получить побольше все таки там пока старта убивают на топе подошел тимбер как раз таки после того как забрал руну на верхней линии и уничтожает с лордара возвращается на линию свою же с телепорта еще 2-1 седьмая минута игры идет у кио проблемы огромные центры на 17 пол он отстает склад отдал помощи не получает там атака на вэтрайдер на вэтрайдер с фэрфлайм фэбби стомпает ахайо и нужно убегать мвп но товарищ пл может пока ломать потихонечку ауэр разминочное копье заканчивается фэрфлай приходится диск лордар на нижнюю линию пока без шестого левела ну хоть транквил какие-то нарыл себе свиндлейсом шестой он еще свой получит но вот с фармом у этого товарища проблемы и вопрос где этот фарм получать это команда мвп либо должна убивать кого-либо сардар просто так не может пойти в лес они может конечно но это будет не столь эффективно более того лес могут занять другие персонажи там стаки для кио все еще дожидаются его не могу пойти в лес например если купить себе талон на это нужно тоже все сделать еще так то пока у него этого нет понятное дело что он не зафармит реки с блэдстоуном ботинками отправляется на верхнюю линию как раз таки возможно снова бы попытка убить слордара она видит сейчас что он спринтом кстати говоря это спринт заканчивается и форев выживает сюда телепорт делает фэйби стан дается от форева стан дается от дубу неплохо сработано по диджию омни слэш 3-4-3 а его добьет все-таки дубу да он вне тучи находился хороший контр момент от мвп не дали просто так зайти да к тому же и вышку ведь забирали бы после этого фнатик там все это могло вылиться в такую неплохую кучу золота для сместились качественно саппорт и подошел джиггернаут в итоге два безответных кила делают действительно защищает свой тавр внизу пока у нас нападение на импи подходит стать имбир дубль ганкер живет фантом лансер все еще и хорошо разводит чертяга что творит повелись на иллюзию но при этом все равно догоняют фантом лансера и взрывают этого не вообще он сыграл очень забавно он действительно развел фнатик но они быстро разлились и вернулись к убийству правильного персонажа нужного и делают килл на вражеском кэрри здорово пока тимбер работает на ура 3-0-0 50 крипов sims denying их мидван стартует феноменально в этой игре вообще ту игру которую я комментировал с участием команды фнатик там мидван меня очень порадовал на сф и отыгрывал здорово мидван нравится не нравится в целом команда фнатик и то как они играют своими пиками потому что очень часто берут не своих персонажей это наверное навязанных скорее и при этом исполняют очень только что был заметили смоук командов команды mvp командов натик и должны как-то может быть сыграть чуть сливови благодаря вот этому варду до между т1 и т2 это очень неплохо так и было просто тоже вышли да отошли муж ушел в лес а его в лесу еще надо пытаться убить он еще может в крипасе есть вылезти рейдж прожать убежать мп на боте вновь забирают да и вновь это делает тимбер подходит и вместе с своими товарищами в команде забирает вражеского кэри слушай ну пока проблема огромная упала очень успешно выступает тимбер на старте до игры и так может разогнаться мидван что его будет не остановить просто лучший на дворс у него на карте после него располагается его же кстати тиммейт это ластилер муж приобрел себе в игре не до сик и работает с ним посмотрим какой минуте нова купит но в целом пока тимбер работает по карте мужа может свободно фармить и да здесь смотрится очень хорошо он его крайне быстро собирает его тут фэбби просто делает и поутку прожимает рейдж пытается играть по импи попытается сейчас доппель гангер будет дальше не станет нырять мидван они даже сейчас безнаказанно гоняли их под тир один вышкой да но при этом джиггернаут забирал их т1 тавр сверху это тоже немаловажный момент нужно уходить сюда кио правда к нему уже выехали и пока в центре возвращается к парму пл не густо конечно фармил пл если так сравнивать его с вражеским керри например да с лайфстилером с тимбером вообще он на уровне крипов то он добивал нормально в итоге он имеет лучший нетвор со своей команды но по сравнению еще раз повторюсь с вражескими кор героями этого недостаточно внизу у нас атака планируется нападает сладар на оракла будет стом и джиггернаут пытается разминать но диджи все еще живет лопает слишком много дэмэджа время фоспромиса вошло никак не переживает так гернаут встает неплохо подходит тимбер гернаут разрутился все это потом плеваем убивают они тимбер это очень хороший килл для стартара а я получает станы его тоже даже не молитва трайдер стоял смотрел ну до стом по само собой еще сложно потерялся по моему он здесь даже но он потеряли сейчас двух таких основных героев и еще и бэтрайдера просто в подарок в конце концов вообще здесь драться была не лучшая идея когда так отлично отыграли м и там и стом замечательно было инициация была отличная то есть в идеале конечно не оракал должен подставляться если оракал погибает то подсейва нет никакого фнатик стяжная такая драка получилось дубок его дали просвет реки мару замедлить просветом удалось и даже видит его до сих пор долтучи ушел вот и джиггернаут кью кью это скорее всего лампа для свопа твенги неплохо сыграно он еще и kill делает но при этом все равно погибнет не но самая важная задача была спасти кью так как он ошибся он еще реген находит и остается на линии продолжит свой фарм знаешь не крути сейчас вот этот момент реально на пользу пошел целых две тысячи отыграли игроки коллектива из кореи и потихонечку и моши и мин ванна догоняет импи вместе с киу а ведь еще есть и такая позиция как с лордар четвертая позиция которая имеет весьма много денег и форев честно я не знаю где он столько денег нашел но он 212 имеет у него почти блин дагер тут он скорее третья позиция потому что он играл в оффлейне да 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 убил только что темпер а мы когда вот с тобой fight смотрели он за убийство тиммера получил 500 монет после этого еще по фармил и уже практически дагер получает это конечно очень круто когда джиггернау сможет так жестко инициировать я нужно бы отмечали да какой прекрасный fight у mvp куча минус армора и кучи физдэмиджа туда же то есть армора у команды финатик вообще не будет практически даже тимбер который славится своим своей выживаемостью своим армором с пассивочки не работает здесь потому что минус амор от венги амплифая с лордара и все это сводится на нет а еще вот этот товарищ который режет родной армор белый врывается фариф станет медуана медуан уезжает но стомб достает до него все равно фариф 5 секунд до даггера сплиттер пошел над скорее был такой сплиттер для того чтобы занять позицию успешную врывается на тимбера он дал пилу при этом сэйвит его его тиммейт и джей да лассо дается в кио мне слышь уже был открывается муша по дубу дубы делать тп-аут пытался очень вовремя бочка тахаю залетела и теперь внимание переключается на кио деваться некуда мне кажется он догорит если не драконы а драконы как дракон от него наплевать будет юрий как ты что творишь тп-аут да неужели не тут-то было не тут-то было да может быть еще столько это помансить но уйти шансы было очень мало тут нужно было и доля везения и все он неплохо исполнял казалось но просто не отпускали фнатики хорошая драка для них но они опять не так много да счет счет сравняли чуть подзаработали но из-за того что сначала одна команда убивает потом другая команда убивает ни та ни другая выбраться вперед пока не может и почуть зарабатывают свои артефакты ключевые ну и даже пока начальные не ключевая начальные там уши с армлетом мидуан готовит blood stone у команды mpq понимаю будет пока яша которая ускорит ему несколько фарм а может они яша может и диффуза надик push limit но мп защищаются один тавр пока сломали натик нижний т1 тоже один тавр мвп но они сейчас заходят на т1 по центру будет ли реакция от команды фнатик тимбер готов принципе защищаться но он один здесь тавр добивает фандом лансер которого между прочим дела налаживаются он купил себе уже boots of travel купил blade of alacrity но тут диффуза появится стопроцентно если я бы говорил про джиггернаут там это будет я что процент на диффуза у мп реально очень сильно его разгоняет по урону смоук от команды mvp выдвигается на верхнюю линию и то же самое делают фнатик зеркально по-хорошему бы варда еще поставить в лесу в этом потому что они никого не найдут но закрепиться как-то надо здесь на этой территории делает tp сюда mp на тревелах я думаю прекрасно понимают натик что происходит конечно даже пинги пошли туда они еще и скан использовали вы разобраться что к чему ну скан использовали фнатик сейчас не самым удачным образом но я думаю что они так видят уже и пиллер титана на топе и должны понимать что это вряд ли такие одинокие бандиты размен получается так себе фнатики забирают т1 на центре пока им ломают т2 в топе это конечно не критично если бы это был т2 на первом низу это было бы очень плохо но все равно неприятный момент внизу подпушивает лайфстиллер туда кстати списти будет смещаться знать да и набор эту вышку нужно защищать потому что отдавать два товара взмен за 1 это уже невыгодно для mvp они обязаны то товар оборонять я тут позиция занял реки мару и будет давать инфу о том кто к вышке подходит сам при этом должен действовать аккуратно не забывать видишь лордар очень хороший вар понимаешь стоит и они видели все перемещения команды mvp 3 человека пробежали на варде сейчас поэтому фнатики хотят атаковать но без блинка сейчас на барабанах пытается подцепить батрайдер цепляет аналдер титана врывается с лордар суицидальный врыв от слордара ничем он своему тиммейту не помог себе он тоже помочь никак не мог лайфстиллер инфест был на не инфест у нас совуха пошел лайфстиллер там гулять на прогулку и еще фантома забрать хорошая волчечка доппельгангер отсутствует дубу атакован команды фнатик временем лайфстиллер возвращается видит к отгоняет его на хайграунд и командов на эти получают возможность забрать вышку тердова на боте не самое качественное действие мвп ну понимаешь тут бы две стороны не самая качественная мвп но очень качественная фнатик потому что вот этот вард я еще раз на нем акцентирую внимание когда перемещались мвп сверху на низ они прошли по вот этому варду три человека два делали типор 3 пробежали вот здесь вот так вот они бежали и все прекрасно видели фнатик которые заняли позицию вот тут фнатик видели но началось то все не с того что ну началось с того что они по варду побежали но врыв врыв от слордаров бэтрайдера когда уже на карте не видно оппонента вообще и наверное смог возможен был в этот момент конкретно но не ждали мвп опасности а ведь она была очень рядом фарив он возможно заметит тимбера на скорее замечает пока фарива смог скрин просветочка сразу же но моментальный блин катрики хорошо прыгать на своего тиммейта брэндаггер наконец появляется и у мышевсадника да это еще приятнее диффуза в ответ у импи ничего не скажешь конечно вот на фантома стоит надеяться команде мвп на джиггернаута который чуточку конечно утратил в разгоне он вообще очень плохо стоял мир если мы вспомним но если удастся ему тоже набрать хоть немножечко то в принципе мвп все не так уже плохо драка у них все равно хорошие им нужно просто качество инициировать и попытаться сделать несколько киллов перед тем как на теке начнут контратаковать пока они заходят на рошана и очень недалеко находятся мотик нового героя точно я бы не сказал что у них прямо не но них пик нацелен на то чтобы забирать это плевать это минус армор на знают вроде над чувствует чувствовать что происходит суда импи на элдор титана на его астрон астральная иллюзию пингуют пингуют натики очень активно пингуют на рошан скорее всего уже к этому времени упадет уже дракон залетает внутрь уже летит туда диджи уже там смоук скрин весьма неплохой гернаут за егес и джиггернаут с аегисом продолжение драки дубу станет бэтрайдера в рошпите непосредственно тоже драка идет к ю очень серьезно страдает свапа от дубу выбили аегис уже сейчас подрезает мидуан еще и венгу фэбби отступает назад очень не сам удачной позиции диджей оказался очень странный слаб был от венги в итоге мидуан взрывает еще и фантом лансера продолжается драка уже чуточку ниже куо пытается бежать но ему это не удастся очень хорошо замедляет его и бэтрайдеры пробивает в итоге товарищ муши минус 3 делают над при этом выбивают еще аегу изначально мы с тобой говорили что это конечно круто что ты используешь свое преимущество но никогда вот прям вот ты не уверен если бы конечно команда мвп феникс видела где-то на карте своего оппонента и они оценивали бы свои силы туда сейчас они рисковали получили хороший смог скрин от реки мару их засплит или их реально хорошо засплит или там был очень странный момент с участием венги и джиггернаута венга которая была на клиффе и туда затащил бэтрайдер она сделала свап в рожпит джиггернаута в итоге погибла сама в рожпите и джиггернаута сразу били аегис и он находился отрезанным просто вот тут вот стоял но я говорю и засплит или он ульта ну и сами отчасти на фейлили с этим ну как тут сложно фнатик неплохо сыграли они реально зашли этот firefly дает хорош там летает бэтрайдер vision давал очень неплохой затащил венгу на клифф тоже здорово все сделал потом этот свап нелепый у них убивали в разных местах просто в разных местах так и получилось да так и получилось 8 13 мипи фнатик берут фнатик по моему преимущество в свои руки более серьезная основательно 5000 уже за команды фнатик преимущество наблюдается надо продолжать в том же духе либо ловить соперника на ошибках либо чуть надавить самим но пока ошибки позволяют себе mvp вообще интересно муж и тут сразу же покупает себе мал штром хороший артефакт против фантом лансера последующим с мейольнером естественно но с другой стороны он не такой уж плотный конечно прибавляет ему немного силы армалет там пешечки оракал ему тоже оракал сейвит тоже правда да поэтому в принципе наверное может себе позволить муж именно такой билд хороший атак спид у него естественно под рейджем вообще замечательно мидван улетает с верхней линии прилетает на центр 18 стака блатстоуна это хороший тимбер когда ты после покупки блатстоуна убиваешь вообще замечательно главное не умирать как мы говорим так хорошую информацию реки дает сейчас о местонахождении джаггернаута вражеского но поддержки не получает натик просто заниматься своими делами кто-то фармит вражеский вес кто-то пушит линию как делать имберса например и возвращаются и защите по моему т2 не особо хотят отдавать дубу по крайней мере здесь остальные не спешат довольно далеко находятся его тиммейты фнатик тоже не особо активны в давлении на тавр но чтобы давить на тавр им нужно все вместе навалиться это большая часть милишных героев тоже верно можно попасть под инициацию а можно даже под тот же самый стомп потому что придется возвращаться или ну кто-то попадет под него точно когда ты бьешь вышку за стомпать оппонента для фэби не представляет труда поэтому ее аккуратно подпиливают видит где соперника в основном чтобы спушить вышку нужно инициировать первыми а это либо инфест бомба с бэтрайдером или какой-то вот интересный смог давайте посмотрим во что это выльется мне кажется помимо того что он интересным может быть не очень эффективный хотя вот сейчас возможно кто-то заметит 3 4 3 под инвизом находятся и спугнули они випи и вот первая инициация пошла в венгу тоже цель почему нет там и импи находит который оказался отрезан от своей команды который может очень быстро погибнуть помни слэш мидвана спасает диджи его бьет форев и диджи не убьют и мидвана не убьют никого не убьют трещина летит уже довольно странная драка для команды мвп она еще не закончена стандарт скорее всего тоже погибнет его преследует тимбер и матрайдер минус лордар минус 3 до от командов на тик отличная драка для них в общем можно было просто отдать венгу не совсем понятно как то получилось что там и фантом погиб но он там находился в тот момент у тебя есть дупельгангер тело это бигангер влево и уходишь тебя никто никуда не нагоняет я так понял его тучи на крылья silence был что-то еще подольше нового по моему когда прыгнули в венгу там было уйма времени чтобы понять что нужно уходить не успел ну вот видимо не успел факт остается фактом не дупельгангера ничего не было это как говорится проблемы его и в итоге его команды как результат 8 16 для команды фнатик преимущество очень серьезно деньгах уже около 10000 и в экспе там тоже космические цифры 12 трайдер покупает себе гем теперь с виженом команде mvp придется попрощаться последняя внешняя вышка mvp останется сейчас под соберут пожирнее станут фнатик и можно будет на хайграунде уже спокойно находиться важно чтобы либо батрайдер кого-то выцепило либо нормально тимберсу развлекал команду mvp а если не выпить еще кого-то потеряет то они и серьезно облегчать задачу для фнатик мне нравится выбор артефактов тимбера купил себе вастом потом трава лапа там прикупил локусорб который в этой конкретной игре прям шикарно заходит это всевозможные там свапы венги это сбивать можно амплифай с лордара очень круто выглядит да и лайфстиллер тоже щас ноги ломать будет покупает себе сейнджин яша тоже такой мобильный активный быстро атакует главное чтобы еще и молнии хорошо брокали в общем йольнер бы еще не помешал садится мной в реке инфестом и показывает показывают четко очень рисует где может находиться оппонент здесь mvp не так много денег получают они то же самое могут делать с таким же успехом и в своих лесах но здесь они больше рискуют забавно что 20 варда ставят предыдук дружки у команды и немного странно да это не серии 2 лучше чем один так не работает к сожалению нет здесь нет вата вообще кстати забавно то что реки дропает продолжает дропать центре если не ошибаюсь это был именно он да когда у битрайдера есть даггер гем пардон вот он что-то так идет дропает центре а в итоге рядом с ним стоит битрайдер у которого гем тоже не совсем понятно так что дальше пока затишье на тик не особо спешат видимо выпрыгивает лайфстиллер отправляется фармить верхняя линия подпушена нужно обязательно ее оттолкнуть в центре находится тимбер и сконцентрированы силы команды mp феникс инициация слаблара могла бы быть но тимбер это уже убежал регион перебитая себе манта стайл долго он очень его собирал вообще можно так пробежаться по артефактам у mp ривер имеется что там еще интересного юлу фэпи на тик линза у диджея ну и в принципе все драгон лэнд с улики мы уже видели а я с травелами и даггером тут все все понятненько вот сейчас может быть стычка у нас есть возможно сейчас увидеть драку пока подпушивают нижней линии mp битрайдер неподалеку также есть инфест бомба в рике с лейфтиллером тп от дубу будет забивать битрайдер то успевает и будет погибать а все та же самая схема врываемся с инфест бомбы и забираем венгу это не худший вариант слушай они смог то тратили получается все равно венга то что погибло не страшно главное что больше никто другой не погиб иначе совсем беда пока венга там погибала немножко поформил на топе джиггернаут которого тоже не особо много но вот это пока плюс на фнатик еще не так много не такой прям пуш потенциал имеют они на хайграунде это лайфстиллер тимберсоу вышку-то особо не бьет такой-то минуте не скажем и вышка его не бьет его не бьет а что ему это дает его будет бить команда mvp так он милишный придется глубоко зайти вот это кстати спасается сейчас mvp феникс они могут еще вот если ошибутся до тяжело играть под таким давлением в макро когда у тебя все внешние вышки почти упали тебе нужно обеспечить себя вижу на мало соперника гему прям хочется волосы на главе рвать так там пока нашел у нас джиггернаута тимбер джиггернаут понимает что дело дрянь раскручивается и тп аут если неподалеку битрайдер он мчался но лассо было в кулдауне что штатике и отправляются пушить последний т2 тавар который находится на верхней линии у команды mvp феникс и скорее всего после этого может быть даже и пойдут на возвышенность к оппоненту посмотрим этот тавар не защищают мвп сами кстати выдвинули сторону рошана зашел фэбби а а не успел их кстати еще и просканили рошан что вы там делаете но они раньше нашли бить они думали что сейчас успеют на рошана пока там пушат а тут уже командов на тег подоспела джиггернаут только начал бить понимает что уже ничего не сделать там тир-2 последняя упала в итоге они из-за рошпита как ошпаренные выбегают и вновь занимают свою позицию это должен плохи вещей ахай решил ох ты шпером все-таки инициировал фэбби ну посмотрел форев извиняюсь я он очень хороший респриттер дает нас элдер титан дерется к уши неплохо его кстати наваливает но на развороте муши получает юл муши нужно стомпать это делает титан минус муши лайфстиллер мертв м пи догонять теперь уже ахайо м пи есть у него чем догнать но тут помогает тимбер поэтому правильно делает им и что отходит забирайте рошана вот вам подарочек хорошо инициировалась лордар и прекрасно продолжил титан вновь титан и и в драке в который раз уже в которой игре мы наблюдаем как хорошо исполняют это вполне себе герой достойный ферст пика и ферст бана не огар маг хо-хо вот да так обычно сейчас и делают так на импи атака очень доппельгангером задолжил много урона да это правда но она дальше что вряд ли его это спасет если что а так в принципе неплохо вообще доппельгангер действительно хороший был но с другой стороны можно было пытаться как-то хитрее сыграть ну вот сейчас мало того что потеряли только что после неплохой драки ребята теряют своего core героя и никакого профита не вывели из того что трех героев на тика не вывели из строя не рошана не забрали не линия но ли не чуть отпушили но это чуть-чуть совсем деньжат ну да подзаработали его там формил 2 блэдс фалакрити у него все таки и здесь будет этот артефакт до дэмэдж нужен как можно быстрее замечательно то что шива появляется у тимбера против пика мвп это чуть ли не самый лучший вообще айтем пока потихонечку бьет рошана муши медленно но довольно уверенно нужна ему конечно поддержка безусловно подходит мидван можно дать шаграмчик так и делает вообще до фнатик надо навалиться по хорошему всем уже поскорее забрать этого рошана и не тратить на него так много времени не будет им команда мвп мешать это же очевидно просто они боятся потому что они соперника не видят на карте никого сейчас вообще нет поэтому несколько так старались и не все в рошпит заходили но сейчас должны понимать что уже команда мвп мне конкурент на рошаня да рошан для команды фнатик гида для муши и параллельно забрали тавер вверху ребята из мвп крайне мере время зря не теряли мьёльнир появляется у лайфстиллера и он прыгает в реки инфестом вообще не тут вдвоем конечно и пока это малоэффективно кого-то бы поймать было бы неплохо джиггернаут у него есть уже дебюжал плейдем он поставил что неплохо тимбер покупает себе даггер очень быстро фармит мидван в этой игре джиггернаута надо очень как-то хорошо в драке оказаться у него не так много артефактов но хоть какой-то демодж он может выдать если ему позволит дойти конечно там очень много но но если он действительно как-то сможет подобраться к оппоненту и на него какое-то время не будут обращать внимание то он может сделать свою работу гадкую работу вырезать какой-нибудь там оракла или же желательно оракла кстати вырезать его может он даже с этой задачей справиться при помощи умни слэша милан к омни слэш лотос орб тот приходит начинает гонять импи и делает travel out да кио тоже улетает там кабачка появилась у слордара тоже немаловажный артефакт теперь солдар будет еще активнее бояться меньше будет это явно кстати немало демо может нести в драке там особенно всяким рейки ораклам то есть вот таким вот героем драйдеру понятно что до силы он там не особо будет пробивать убивать тимбера тем более но вот саппортов подрезать может хранить попытаться форстаф появляется у бутрайдера хорошие артефакты очень своевременно как раз таки перед пушим хайграунда можно включать firefly попытаться кого-то вывести инициировать пока прыгает тимбер неплохо разминает джаггернаута пари встанет муши попытается сбить мою гиду очень быстро хорошая сплиттер вновь джаггернаут разрутился получает носу дэмиджа фнатики его живет и выкручивается оттуда без размена пока забираю лифта выжил и пожертвовали вингой даме дван получил стомп но вообще фнатик неплохо здесь провели драку вообще не вас как сплиттер прошел конечно хорошо но вот если бы вместо форева может кого-то другого батрайдер выцепил было бы более эффективно но ты же не можешь уже свою работу сделал ну да и естественно ты не факт ты врываешься и ты видишь кого побыстрее цапнуть того и цапаешь на фантом лансера поди еще найди он к тому же сзади находится его тоже там хорошую позицию имел самое главное до сих пор есть и гида у муши вам от подожди так вот стоять наглую ломать просто tower и у тимбера стомп тоже хорошие продолжение и вот так поднякивают не более того сложно зайти фнатик они это прекрасно сейчас осознают сложно зайти когда команда mvp феникс вся жива просто герои которые не очень-то пушит хорошо ты уже отмечал в этой игре то что приходится вплотную к вышке подходить чтобы и дамажить даже даже то что не подходит начинают бить все равно вот кто только дамажь по факту tower вы стильной стилер все тесто больше никто в одиночку он очень долго это делает поэтому пока и vp феникс надо держаться получать деньги правда героя вот у них те которые ну ладно фантом лансер герои серии действительно который может хорошо получать деньги в условиях определенного когда у тебя очень все хреново экономического к экономического кризиса можно так сказать но кризис даже не совсем экономический кризис больше территориальный тебе сложно далеко выходить а простыми героями здесь оставил там иллюзии она расплодилась и ратушевает линию себе спокойно джиггернаут тоже из серии выбегу далеко по-хорошему блинкдаггер это и в драке позиционку хорошую можно будет выбрать напасть на какого-нибудь оракла срезать его и во время сплит пуш который сейчас необходим тоже очень понадобится но тимбер как-то очень неаккуратно действует смокскрин возможно тут помогает сейчас свап от венги потратил лайфстилер в этот момент вышел в мид грызть тир 3 глиф фортификейшн заюзла команда мвп феникс в итоге вышка сейчас вот-вот упадет ну лайфстилер конечно и уже справляется у него артефакт на дэмэдж только еще салт кераса сверху готовится пять минут без глифа будет команда мвп т3 скорее всего уже потеряют уже джиггернаут пока живет потому что очень больно пробивает еще когда молнии проходит вообще всем больно а вот он потрясающий и пошел сплиттер продолжение прыгать славдар как же хорошо взрывают ребята из мвп здорово дерутся но кью разультился пока никто не умирает только сейчас погибает реки погибнет скорее свою тимбер отличная драка от команды мвп просто здорово играет титан не я не перестаю удивляться просто как же классно играют титаны на этом турнире вот какой титан не смотришь какую игру не наблюдаешь везде титаны решают красавец и по бо по максимуму пользы нужно вывести команде мвп с этого момента максимум пользы отпушить все три линии расставить vision так как они сейчас могут спокойно покинуть скажем так территорию своего хай граунда на будущее он сейчас им очень понадобится они не отыграли полностью преимущество фнатек все также сильны разрушать вышки это тоже кстати воспользоваться моментом я так понимаю не хотят добиться нечто большего и зайти на рампу и возможно выбить лайфстилерский байбэк если того тут имеется но это будет тяжело это моим винмад это мид ван извиняюсь им этого не позволит киос ваопа дуба очень кстати и можно накрывать и фориум слушайте неужели в меньшинстве фнатек начали тут драться конечно же лайфстилер байбэк делать не станет ну тут очень опасно сыграли фнатек фэби погибает пока сейвит ахайо оракал выживает в итоге там параллельно еще дерется у нас и дуан чуть погрызет ману иллюзиями импи но и пи отступает не позволили зайти на рампу нужно уходить импи сейчас всем-всем-всем уходить реально но они вижу нам так и не обеспечили себя все-таки наверно стоит так по моему не уйдет дубу жилку домой летит на загулял сейчас бы не умер бы мог бы форстаф уже купить но все равно невелика потеря двух саппортов теряет импи очень удачный отрезок для них кого-то двух трехминутный получился джиггернаут обзавелся даггером при этом еще три сто имеет то есть очень немало заработал джиггернаут красавец q молодец и по сборке все отлично все как должно быть и действие его очень даже качественный он умер за игру три раза это довольно мало и нападение от тимбера импи сложно его одному тимберу убить но подходит бэтрайдер лассо 1 секунда и вроде живет продолжает продолжает свою погоню тимбер в итоге еще один доппельганкер и врывается уже с лордар поэтому как ошибкой да и он из гернаут джиггернаут рядом хорошо собрались но все равно отпустят этого тимберсова но очень жирно с ним возиться не хочется он летает постоянно на него тоже нужно управу найти а управы это вы отсутствует пока нашли fabi он делает форстаф какой же отличный форстафа титана склиффа прямо на низ а вот тут диффуза пошли сплиттер обитрей отсутствует у мужа сейчас как отхватит он очень кстати диджей спалс promise и кио его просто как же здорово здорово берутся в пить и же тоже нужно убивать отлично действует им бепе погоня продолжается мидван крошат сардара и омнис лэш колдау не напомню там параллельно еще им придется он пытается убить реки vision есть реки смог screen ultimate параллельно бежит сардар реки там уже должен был погибнуть. Еще пару ударов. Рики, Рики. Добивают Рики. Минус 3. 3 в 1 дерутся. MVP переворачивает эту игру. Я просто лыблюсь как дурак. Что они творят? Здорово. Очень здорово действительно исполнено. И вновь Титан все качественно делает. И вновь вообще все делают. И Слордар молодец. Все, все, все. Все отыгрывают. Тут нельзя только одного Титана выделять. Хоть он конечно и создает моменты вместе с Слордаром на пару, но при этом главное, что не подводят и керри герои. То есть там есть фарм у Фантома хороший. Джиггернаут собрался с мыслями после хорошей драки. У него очень много денег уже. И если мы взглянем на графики, мы поймем, что происходит в этой игре. Преимущество было уже 15 тысяч за командой Фнатик. Сейчас оно близится к десяти. Оно велико. Оно все еще велико. И MVP Феникс стоит все так же. Нужно продолжать делать так же. Играть на ошибках оппонента. У них просто сейчас реально мало вижена. И информация это сейчас очень кстати. Потому что Фнатик, может быть, несколько даже будут держать тот же самый темп. Но это может и ошибка несколько будет с их стороны. Потому что, когда ты нападаешь, шанс ошибиться все же больше. Да, обычно в обороне ты можешь как-то спланировать действия, возможно, ожидая, чтобы делать враги. Но тоже не всегда так бывает. Тимбера, кстати, заметили. Но там пока Слордар врывался непонятно куда, если честно. Ну, искали, может, кого-то. Ты же не разобрался в этой ситуации, кого-то там искал в итоге. Тимберу, наверное, кого же еще? Тимберу, вроде, с верхней части карты заходил. Вроде, видно было. Ну, вдруг булинг сделал. На опережение. Майндгеймс. Понятно. Видимо, они только с тобой на одной волне. Восемь тысяч преимущества остается за командой. Всю игру настраивался. Всю игру настраивался на эту волну. А вот это, кстати, одна из ошибок, которые допустили во время этого матча MVP, если мы можем заглянуть в историю. Но сейчас крайне быстро они с Рошаном справились. И Джаггернаут забирает Аегис. Дубу вывозят на Клифф. Ну и ладно, это Дубу. И МП там со своей командой гонит. Сейчас оппонента Диджи Форстафельс уже под тир-2 здесь их нагоняет. Этим МП и за�� Порев. И... 3-4-3. Может погибнуть, Порев под БКБшкой от Форстафливается. Они как-то кайтят. Ещё Муши. У Муши вот-вот, закончится рейджан. Лоб! Нет! Разрывает Муши. И через там от Слордара по Oracle до минус-оракали. ЛМВП, что творят корейцы? И можно убивать также Тимбра, пока там. Ахайю на лохэпэ. 45 хп. Блинг-аут. Могли бы его и не простить, но это не суть важна сейчас. Главное, что Рошана забрали. Сыр Аегис забрали. Потеряли при этом лишь Vengeful Spirit Убили трех героев, ребята из MVP Игра просто сменила ракурс Совершенно другая игра сейчас Преимущество 15 тысяч, я уверен, уже MVP отыграли Ну как, почти Ну там все близится к нулю сейчас Очень так активно стремится, я бы сказал даже И сейчас команде Fnatic после такого вернуться уже очень сложно Потому что мы понимаем, насколько сильные керри у команды MVP Да, да, они должны, они вообще должны были понять чуть-чуть пораньше MVP, главное не ошибиться Но вот тут, кстати говоря, стомп не будет У Фэби неплохо сыграно на месте Охай, опорив под БКБшкой отступает MP тоже пытается уйти Мидван за ними тут будет их сопровождать Но и Мидвану главное не заиграться Сыр есть, кстати, у него еще, так что это стоит иметь в виду Да, Мидван, имей в виду, что там сыр Я думаю, что Мидван именно это и понял На чей не уходит 20-23, 45-ая минута игры Еще ничего не ясно Вроде как MVP берут инициативу в свои руки Но при этом шансы у Fnatic, естественно, остаются Да Давайте взглянем на артефакты Как же изменилась ситуация? В первую очередь появление Скади у Джиггернаута Также у MP появляется диффуза второго левела Первые уже закончились Покупается, кстати, Perseverance Есть вероятность того, что мы увидим Линкенсферу, я думаю, все-таки Дубу Forstuff Больше ничего пока нового Линзу бы Дубу тоже не помешало прикупить Учитывая, что ты играешь против Бэтрайдера Эта штука неплохая Ассалт Керас появляется у Лейфстилера В принципе, более особо ничего интересного Второй левел Boots of Travel у Тимбера Лейфстилер погибал в последнее время Ну, хоть как-то Вот такий раз он уже давно запланировал себе И собрал только сейчас Его за это время догнал Q Перегнал MP А Мидван, тот Нетворс, который он сейчас имеет Ну, как сказать Мы уже общались с тобой на эту тему И со многими другими, что Сколько бы ты ни имел, дэмэдж у тебя сильно не увеличивается Джиггернаут выходит на Муши Можно уйти прямо сейчас Муши Муши уходит в рейдж Но при этом Джиггернаут его все равно дамажит Никаких проблем в этом не вижу Муши, просто Джиггернаут один на один С ним ПВПшится Там параллельно еще увозит на Клиф Тубу у нас Охайо Но это не страшно Параллельно MP дерется Также с Димбером Добивает его Параллельно Джиггернаут Где там у нас Джиггернаута потерялся Вот и он Охайо откидывается MP начинает драться с Муши Кстати, у MP до сих пор Муши уже со всеми дрался Но он был не один, он был 40-лом И не будем забывать, что до сих пор остается сыр у MP Вот в чем дело То есть даже при всех этих драках Вновь драка в пользу MVP Вновь 3 в 1 Да, Муши правда спасся Он залез в крипа и убежал в лес Если бы он здесь погиб Это было бы вообще тотальное поражение Хотелось бы лишь отметить Что в момент, когда Фнатик стояли Вот так вот где-то обеспеченно в своем лесу И видели, что MVP на карте нет У них был скан Как-то даже никто не задумался Что к ним могут заходить Вот в этот момент Можно сказать, что MVP Феникс уже полностью Закамбэчили эту игру Да, камбэк очень серьезный Кио, кстати, наполучал У него 63 хп Стоит 64 Но у него есть эгида Не будем забывать MP тоже с сыром Вообще сейчас Хеликварт поставит Сейчас возможно будет Байт на лох хп Но он полностью сейчас отрегенится И эгида еще будет реализована Варвались на хаграут Вновь Опять великолепно сыгран На месте Элдер Титана Муши под фэлс промис от диджея Мидуан все еще живет Но не очень много дамажит И Муши лопнет В конце концов или нет Он до сих пор жив Блейд Юриат Кио 3-4-3 ворвался Форев отступает Трикс оф зе трейд Мидуан И Кио Вновь Кио на хайграунде Он уже жрет Ахайя, Ахайя Что, врываться что ли шел Ему даже не позволили это сделать MP борется с Муши Муши погибает Съедает сыр MP Свап от Вен Адвенжифл Спирит Все равно форстафит Мидуана пытались и его забрать В этот момент Но забирает уже Бараки MVP Феникс Да Все-таки Аегис Все-таки сыр Отсутствие байбека У лайфстилера Да Минус сторона Это точно А возможно и две Потому что верхнюю тоже В принципе можно ломать Минуту не будет Главного ключевого героя Команды Фнатик И кроме него Особо Фантому Никто ничего сделать не может Разве что вот этот парнишка Но его тоже быстро разбирают Под амплифаем между прочим Но быстренько сбрасывает себя Этот амплифай Джигернат разрутился Охайо Огромная проблема у него И он погибает Тимбер мог бы на самом деле Не уезжать наверное Попробовать на себя Стянуть дэмэдж Джигернаута И его ультимейта Зря он наверное Все-таки Тимберчейн использовал В итоге погибает Бэтрайдер И вторая сторона Падает у команды Фнатик Друзья мои Мы только что увидели Камбэк В 20 тысяч Это просто Великолепно Я не знаю что добавить Это просто жесть Вы на это посмотрите Это еще не конец кстати Упрыгивает оттуда Джигернаут Не но они не должны Отходить Надо давить до конца Не имеет смысла Даже это делать Опачки Минуван Не но отступает Дубу Он пока все еще жив Последняя линия Ну По разному можно сыграть Можно регруппнуться Можно подождать Все равно ее заберешь Все-таки команда Фнатик оказывается Поджата На своем хайграунде Да Вот последние Стороны не могли Забрать МВП Благодаря тому что Т2 стоял У команды Фнатик Сейчас они его забирают И могут продолжить Свой натиск Фантом Ланцер Нужно кстати Так же не переиграть Здесь Да и Все так же нет байбеков У Фнатик Им это не в помощь Точно Летит кстати Интересно Фори Фориев Есть На Муши Сверху неплохая тучка Но там уже трещина Муши пока все еще Не ну нормально Фориево бьет Но Фориево форстафит Муши все это время Бил его В это время Команда Фнатик Отбивает МВП Нет Вообще пока здорово Дерутся Фнатики Как бы там ни было Ошиблись слегка МВП Но при этом жив еще МВП МВП тоже погибает Тут уже ошибочка От команды МВП Погоня теперь уже От Бэтрайдера Прогает Мидуан На Дубус Моментально убивает его Слушай можно и Джаггернаут Это догнать Достает ли? Нет Не достает Джаггернаут Блэпюри юзает И убегает Таггер 2 секунды У него он не слэш Но он ему конечно не убьет Слишком толстая Так его скорее всего погибнет Пытается как-то там распрыгаться Пережить еще немного Использует Монтостайл Что он только уже не использовал Но вряд ли выживет Смогстрим Ой-ой-ой Не смог дать стан Потому что был вновь Вот этот вот смокскрин Как же он сделал сейчас игру? Даггер откатился Господи Значит неужели он тут уйдет? Это жесть Спасает ситуацию Слардар Молодец Фарив Да и пока там линии будут Отпушивать Фнатик И уже появятся игроки МВП Феникс И ту ошибку Которую они сейчас допустили Ей не воспользуется Фнатик Две линии все-таки пропушены Им надо этих крипов сдерживать Да ей не воспользуется По той причине По которой мы уже говорили Понимаешь Нечем пушить А нечем пушить Да Даже если бы они прям внезапно Оказались после этой драки Перед Только если они оказались бы После этой драки Уже на хайграунде В МВП Тогда вопросов бы не было Но им надо туда еще добраться Уже появляется через 18 секунд Фантом Лансер Просто потрясающую игру Мы наблюдаем Внезапно 15 тысяч преимуществ Было у команды Фнатик На данную минуту Преимущество 6 тысяч В пользу команды МВП Феникс МВП Эта победа нужна Кровь из носу Если фнатики Не имеют шанса Попасть уже в верхнюю сетку То МВП Эти шансы И причем очень хорошие Имеют Так Поцепили Фэби Быстренько его Разглазает Муша Это без шансов Далее прыгает Фориев Пытается быстро Также забрать Рикимару Не удается это сделать Теряет еще и дубу Фориев БКБ сейчас вот-вот закончится Что происходит вообще В этой игре? Зачем они так поступают с нами? Они издеваются просто Фориев погибнет Ну как Ну что еще сделать? Гем потеряет Минус 3 На пустом месте МВП Ну посмотрим Что делает МВП А там у нас МВП Бежит типа К баракам МВП Включает Ну он просто Пойдет сейчас Пушить нижнюю линию Если крипы доберутся Но Муша понимает Эту ситуацию Выдвигается К фантом лансеру Кстати Муша Может неплохо Драться с ПЛ Как минимум пока что Это точно Так он и делает В принципе Баттерфляй Пытается себе собрать ПЛ Очень нужный артефакт здесь Но уже есть МКБ у Муша И он Насмехается сейчас просто Над фантом лансером Вообще Может и Не нужно тогда уже Брать себе Баттерфляй Раз такое дело Я даже видел Как покупали Этериал блейд На фантом лансере В принципе Стату тоже дает И В каком-то смысле Может иногда даже Помочь Я думаю Все равно возьмет себе Баттерфляй Но просто С той точки зрения Что у ластилера уже МКБ Это может быть Не очень логично Ну да ладно Забрать рошана Забрать рошана Забрать аегет Забрать сыр Тебе так не кажется Ну такое дело Наверное Ну как более сейфов Все равно Это 4 человека были живы Поэтому Да но Они хотя бы могли бы Вот ты быстро его не забираешь Знаешь ты Ты либо идешь на хайграунд Не они-то быстро его забирают Знаешь там тох Проблема пика фнатик в том Что все то что делают Они медленно Делают быстро мвп Пух это немедленно Рошана забирает Медленнее чем мвп Мвп Всегда могут Все равно заберут Как они сейчас его Быстренько заберут Не ну я считаю Что время у фнатик Забрать его до этого было Просто невозможно Они знали что он появился Может быть Вполне может быть Это вполне вероятно Сыр у слардера И аегис тоже Не сыр он кому-то отдал Сыр вальча валяется Пока дубы его забирает Здесь что потом кому-то Яхая уже здесь Под смоком На него врывается Форим Что ты творишь Охайо Может погибнуть Уже прямо сейчас Фебе всю свою работу Сделал за форстафеля Дубу так же жив Свапает на хайграунд Жиггернаута И там за это время Уже разбирают Еще и Oracle Oracle buyback Что только что случилось С мужей Ты бы видел Я видел Эрсплитер хороший Да там 3-4-3 был Под Прыгает на тимбера Трещиной Вот там Ой-ой-ой И Мидуан Сюда же вместе С Рикки Мару Отправится в одну И ту же таверну Гуд лайк Кио И 3-4-3 Сюда вернулся Видимо чтобы Умереть еще раз А байбэк у команды Фнатик лишь один И он у тимбера Это беда Это конец За минуту МИП должны закончить игру Минута это очень много Я просто не представляю Насколько сейчас обидно Проиграть такую игру Фнатик И насколько это вообще Бьет по команде В глобальном уровне Настолько Прям Именно вообще В рамках выступления На Интернешнл Их выступления в целом Вот такие обидные поражения Троны во многом Сами виноваты Не додавили вовремя И МИП перевернули Мы можем уже поздравить Команду МИП с мегагрипами Но и до победы Здесь остаются буквально Считанные Возможно Секунды Падает второй Тир 4 Загоняет под хайграунд Там еще и Слардар Забирает с собой Бэтрайдер Да он скорее всего Там погибнет Но мы видим Как падает трон Глип партификейшн Команды Фнатик Отсутствует Ну что ж Заканчивайте Это GG Поздравляем с победой С замечательной победой Команду МИП Феникс Они порадовали нас Порадовали вас И себя В первую очередь Так как эта победа Была ему просто Кровь из носу Как важна Да необходимая победа И это еще не конец Впереди еще 3 игры У этой команды И нужно побеждать В каждой Чтобы быть уверенным В сфот